то примерно вырежем друзья всем привет в общем решил я поменять свой светильник подвернулся мне хороший вариант и поэтому нужно было сделать срочную предоплату за пару дней я продал свой светильник продал его почему брал это 18 тысяч рублей продал его в город новосибирск ну светильник я бы не сказал что плохой светильник даже очень хорошие но всегда есть светильники которые по параметрам лучше да так сказать и ну конечно он стоит на порядок дороже на порядок дороже это в два раза дороже он стоит поэтому я сейчас коплю оставшиеся деньги да чтоб не рассчитаться и мне его чтоб отправили находится он в германии поэтому примерно еще около месяца понадобится когда он дойдет до меня так ну так как я продал светильник что-то нужно было поставить на время и для тех кто хочет свет собрать сам для вас это видео будет очень полезный потому что свет который я сейчас поставил на время в принципе он очень даже неплохой у него каналы у него там шесть или пять каналов у него рассвет и закаты очень подробные такие настройки каждые полчаса можно выставлять по каждому спектру то есть ну смотрите будет интересно хорошо когда есть друзья знакомые моряки и они всегда придут на помощь на помощь евгений знакомьтесь он привез мне вот такой светильник поставить на время жизнь расскажи немного что это вообще за агрегат в общем светильник довольно таки своеобразный собирался по большей части из того что есть под рукой единственное что мне пришлось заказывать платы платы заказывали с алиэкспресса ну стоили довольно таки недешево но при этом светят они довольно таки неплохо хоть и не так хотелось бы в плане спектров для растительного аквариума идеально для морского аквариума нужно немного попотеть немного поподбирать спектра чтобы получилось что-то более-менее нормально был использован драйвер со старого светильника восьмиканальный была сделана разводка таким образом что четыре канала управляют двумя платами и другие четыре канала управляют другими двумя платами управление драйверов идет параллельно с четырех каналов контроллера для светодиодных лент фото распайки вы увидите на своих экранах как правильно такой светильник подключить драйвером так как так как он есть он не подходит для бездрайверных сборок потому что ресурс диодов будет очень сильно уменьшен будет все работать но рисунки довольно таки же расскажи пожалуйста сколько у тебя это судила обошлось по отдельности называть цены да еще сам контроллер обошелся порядка полутора тысяч рублей ссылочку оставим в описании кому будет интересно не реклама также сборки обошлись порядка 1800 2000 сейчас точно не помню также ссылочка приложим в описании за каждую сборку ну и соответственно драйвером уже имелся у меня а а сам профиль он собран из так скажем не совсем профильных профилей профиля предназначены для сборки дверей шкафов купе они отлично подходят друг другу вставляется один в другой использованы обычно и пообразный профиль как оригинальной установки на стекла делалось все это дело непосредственно под мою банку делался как резервный свет использовал я у себя его надо свет со своим основным светом в принципе результатом так чтобы доволен я бы не сказал ну как резервный свет вполне себе неплохой результат спасибо же сейчас мы включим нагрузка пошла вечерного вот так он светит полоски появились интересно смотри полоски из-за шима светится довольно ярко сейчас настроим вы видите один канал здесь у нас отключен потому что платы пятиканальные драйвер в итоге получился четырехканальные пришлось отказаться от одного канала но при этом при помощи простого перекидывания так не видно проводов можно изменять оставшийся канал потом при выдачном пока это получается белый синий красный зеленый ультрафиолет не горит дополнительно фиолет сейчас до отключен так как он у меня стоял на света следовать на стройку ультрафиолетовый свет болель я слеп у настройкам можно подключить через приложение которое есть как для android и для ios сейчас воспользуемся настройкой светильника непосредственно через приложение для windows многие люди которые пользовались приложением знают что приложение адаптировано непосредственно под китайцев под китайские шрифты и при русификации либо при локализации на английский язык приложение отображается криво по крайней мере на windows 10 на windows 7 я еще не запускал не знаю как это выглядит буду делать первый раз так что сейчас мы с вами пробежимся по первоначальной настройке светильника с нуля посмотрим как это выглядит светильник у нас работает по одной интересной методике мы загружаем в него график который предварительно создаем в программе так открываем для начала приложения для того чтобы начать настройку нам необходимо подключить наш светильник к приложению для этого мы выбираем настройках наш светильник и подтверждаем выбор теперь приложение подключен наш светильник о чем мы видим вправо внизу что девайс подключен теперь можно синхронизировать время и дату теперь его нажимаем кнопку синхронизация времени и светильник загружается с нашего компьютера дата и время для того чтобы создать график необходимо создать профиль это довольно таки для кого-то может показаться геморройным но когда мы уже неоднократно этим занимались мы можем без проблем всем этим заниматься нажимаем кнопку новый проект создаем имя файл например 123 и сохраняем его теперь нам нужно открыть наш проект с которым можем работать нажимаем кнопочку открыть проект и чем он сейчас теперь нужно короче это пробуем сохранить проект Выйтили, сохрани сначала Короче, вот они начались У нас проблемы уже Без геморроя здесь вообще никак Вот Открываем, выбираем наш проект Открыть его нашим сохраненным Нам необходимо добавить график Создаем график Ставим имя по умолчанию А вот видишь, все теперь это самое Итак, в приложении какой-то глюк Никак не получалось у нас Вот здесь Создать модель По которой уже настраивается Вот это все дело То есть нажимая плюсик Выскакивало окошко Но внизу, как видите, нет Где нажать ОК То есть интер тоже не работает И вот никак нам не получалось Создать новую модель И все-таки я дотошный Я помню Со школы уроков Что клавиатурой можно управлять Компьютером без мышки То есть по-любому Как-то можно включить кнопками То есть я давая кнопки все тыкать И оказалось, что нажимая Таб-Интер Все случилось Ура! Итак, я создал Вот такую дорожку Сейчас я включу демонстрацию Здесь есть демонстрация Прежде чем сохранить Как это все работает Итак Сейчас свет потухнет Сейчас горит луна График Сейчас горит луна И потихоньку начнет у нас рассвет Вот Время уже К обеду идет Вот в таком порядке То есть он говорит Сейчас можно сохранить это все Мы это все дело сохраняем И временный светильник у меня будет Даже с рассветами и закатами Ссылочки на драйвера Вот эти все Сборки Я оставлю под видео По настройкам света Как я настроил Получается Всю ночь горит У меня 2% синего И подъем у меня получается 7.30 Включается 5% синего 2% Включается белого Далее присоединяется 2% красного И 2% зеленого И вот так потихонечку Потихонечку У меня все это растет До обеда И с обеда Уже начинается у меня Пик Пик я поставил Где-то 2 часа 20% красного 20% зеленого 90% синего И 30% белого То есть 90 и 30 Это такое вот соотношение Считается нормальным 90% синего И 30% белого И потом у меня В течение дня Все светится И начинается В пол седьмого Уходить на закат Потихонечку Тут в принципе Без разницы Как все это выставите То есть И В 10.00 У меня уже Опять включается В 10.30 Включается Один синий 2% И так до утра До 7.30 В принципе Все Такие есть вопросы Пишите в комментариях Закрепил я светильник На кронштейн Привязал на обычную проволоку В принципе для временки Даже очень неплохой свет Мне в принципе нравится Сейчас получается В пике светит Кстати как вы видите Я засыпал Песочка Чуть-чуть Буквально Пару сантиметров Все-таки Без песка Как-то Блин угрюмо Согласитесь Напишите пожалуйста В комментариях Ваше мнение По поводу Морской аквариум С песком Или без песочка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому